Когда деревню Черепаново накрывает ночная мгла, в старых домах зажигаются тусклые свечи, в потемневших от сажи печах ярко вспыхивает истра огня. Здесь, в этой южной глуши, остаются зимовать 38 отшельников и их малые дети. Они ушли из мира, отказавшись от паспортов с дьявольскими знаками, штрих-кодов с зашифрованным числом 666 и прочих благ цивилизаций, без которых сложно сейчас прожить современному человеку. Они утверждают, что не собираются погибать лону Русской Православной Церкви, но не поминают в своих молитвах Патриарха Кирилла, считая его еретиком. Впрочем, обо всем этом мы рассказывали еще в нашем предыдущем репортаже. На сей раз это совсем иная история. У Александра в Черепановской общине двое детей, сын и дочь, которых он не видел больше года. Бывшая супруга Ольга сначала уехала от него к своей матери, а потом и вовсе сбежала среди ночи вместе с детьми. Без паспорта, без сотов, собрала вещи, такие самые необходимые, чемодан, которые вмещались на детей. И в середине ночи часа в 3-4 приблизительно. Сами родители не знают, потому что они спали в этот момент. Она ушла. К комсомольскую правду Александр обратился после выхода первых публикаций о Черепановской общине. Попросила помощи. Автор статьи. Откликнитесь, пожалуйста. Я отец двух маленьких детей и муж одной из сектанток, который находится там. Мы их искали с февраля месяца. Подавали в розыск. Все инстанции обошли. В органы опеки обращались. С этого обращения и началась наша общая с Александром история. Вместе мы пытались убедить пермских чиновников забрать из общины детей, а когда не вышло, решили отправиться в Черепаново своим ходом. Почти неделю мы обивали пороги чиновничьих кабинетов, уговаривая слуг народа помочь Александру. Нас охотно принимали, сочувствовали горе у несчастного отца, но помогать отказывались, разводя руками. Ничего мы, мол, более сделать не можем. Но более всего нас удивили в Пермской опеке, переложив свою ответственность на самого Александра, как на законного представителя детей, и предложив ему самому подать заявление в суд об ограничении его бывшей жены в родительских правах. Заявление Александр подал в Чердонский районный суд, в подсудности которого находится деревня Черепаново, где сейчас и проживает бывшая жена Александра с его детьми. А еще мы зашли в местный отдел опеки, к начальнице Сусловой Галине Ивановой. Она-то и рассказала, что в Черепаново со дня на день должен вылететь вертолет с чиновниками. Мы предложили ей взять на борт нашего Александра, но она, сославшись на высокое начальство, отказалась. Завтра едет. Идите в Побитку, они тоже в курсе этого дела. Хорошо, если туда едет сейчас группа. Вот есть такая вероятность, что вы, допустим, туда поедете и заберете детей оттуда? Я вам не гарантирую, потому что вы сами говорите, как они нас завтра там встретят. Непонятно. Они могут выйти, как с кем? С сайгой, да? Ну да. Что это сайга? Это оружие? Оружие. Оно у них есть. Я имею в виду. Но не в единственном числе? Я понятия не имею. Я его не видела. Мне просто сказали, что оно есть. Я слышала, что они там вооружены. Достаточно. Такое ощущение, что вы боитесь сами туда ехать. А я вам честно говорю, что я боюсь туда ехать. Но мне надо по служебным делам, своим обязанностям, потому что там дети. А вы что тогда намерены делать с этими детьми? Вы туда приедете? И что дальше? Я вам сейчас не могу об этом говорить. После Галина Ивановна посоветовала Александру самому нанять машину и съездить к своим детям. Тогда, отчаявшись, наш Александр записал видеообращение. Люди, вы даже понятия не имеете, с чем я тут столкнулся просто-напросто. Туда ехать 200 километров. Даже вертолет не долетел. Велетная погода. А мне езжай сам, чиновники, господа. Спасибо огромное. Один чиновник мне вообще сказал, не буду говорить, кто это. Это в первые дни прям было. Я его спросил, что действовать начнете только тогда, когда кто-то там умрет. Ну, получается так. Как я сдержался, не знаю. И все же мы поехали в Черепана. Своим ходом. Наняв вездеходный ГАЗ-66. До общины мы добирались больше суток. На заснеженной дороге машина то и дело застревала в сугробах и ломалась. Дорога ужасная. Но я с нетерпением хочу увидеть просто детей. Уже, не знаю, машина сломалась. Но мы доедем. Добрались мы только к вечеру следующего дня. В Черепаново нам были не рады. Они обвинили нас волжи. Мы их в дезертирстве. Я вам только простите. Вот вы ведете вот эту вот борьбу. Непонятно, каким образом. Уйдя, значит, в дезертиры. Уйдя в тайгу. Дезертиры? Вы бросили ваш идеологический фронт. И с него, с этого фронта сбежали сюда, в тайгу. Я ушел географически. Географически я ушел. А в плане церковного спора я никуда не ушел. Простите. Вы видели епископов, которые бы сказали против политики патриарха, что эта политика ведет в погибель весь народ. А зачем нам воевать-то веками? Сколько можно воевать? Тысячелетиями воевать? Хорошо. Ну, давайте, наконец, уже садимся. Вот, и давайте мы вам предлагать, вы нам предлагаете... Переговоры вести. Переговоры вести. Вот. Вы наши принимаете. Вы знаете, вы знаете, как? Когда Георгий Иксич Жуков брал Берлин, он с ними переговорнив его. Правильно, была война. Вот. Война закончилась. Уже начались и переговоры, и мир, и дружба, и любви. Когда война закончилась, был трибунал тербинский. А пока шел спор, наш Александр с благословения главы общины встретился со своими детьми. И вместе с ними ушел из общей трапезной, чтобы побыть с родными наедине. Господи, я за тебя радую, Ваня, что у тебя папка такой. Ты посмотри. Вот. Ты же за него молился. Вот он тебе приехал. И ты скажешь, папка, будь со мной. Мы заглянули к Александру на огонек спустя полчаса. Дети наперебор рассказывали отцу о своей отшельнической жизни. А бывшая супруга Александра, ныне монахиня Елена, обратилась с нашей помощью к своей матери, которая даже в федеральный розыск подала, чтобы разыскать беглую дочь. Мамуль, ты не переживай. У нас, слава Богу, все в порядке. Дети сыты, довольны, не болеют практически вообще. Спим на перинах, на пуховых. Даст Бог еще и увидимся. Не переживайся особо там, ладно? Мы за вас молимся. Любим. Не думай, что там я вас забыла. На следующий день мы снова встретились с Еленой. Она рассказала, что сначала жила вместе со всей общиной в Комстровской области. Но там ее разыскали родители. И попытались забрать внуков от нерадивой матери. Ту встречу с родственниками Елена не забудет. Никогда. Папа вскочил, там начал скандалить с мамой. Они оба вырывать детей у меня из рук. Начали меня душить. Там папка, наверное, начал в кровати так вот придавил прямо шею. Я думала, сейчас отдохнусь. Мама моя пять лет назад. Там вот так Ваня сзади меня стоит. Ну, сзади нее кровать железная. И она как будто не видит его и не чувствует. Прямо давит и давит его спиной в кровати. Я, понимаете, я даже, я тяну, я кричу ей. Там шум гамма стоит. Дети визжат, она меня не слышит. Меня папа придавил рукой к другой кровати, придавил мою шею. Я пытаюсь за сына дотянуться. А мама меня не слышит. И давит его спиной, понимаете? Я не знаю, каким чудом я до него дотянулась и выдернула его вот так вот из-под ее спины. Иначе бы она его там сломала, сломала бы ему просто спину, понимаете? Это, в общем, жутко там было. Как визжали дети, это у меня просто слов нет. Так может быть, просто вот этого бы и не было, если бы вы ночью не сбежали, не пришлось бы подавать федеральный розыск. В ответ на это Елена рассказала длинную историю непростых родственных отношений. А в конце добавила. Я думаю, как бы еще все, все это, надо до первого дожить, а потом все там посмотрим, как там будет. Может, сейчас все, впереди все образуется, как бы. Вот. Я на это надеюсь. Какой-то выход найдется. Мы предложили Елене вместе с детьми перебраться поближе к цивилизации, в какой-нибудь монастырь, где можно было бы более комфортно пережить суровую зиму. Я не хочу вот такой монастырь, где напоминается патриарх Кирилл. И что он так, вот патриарх Кирилл-то? Ну, ничего же плохого не сделал. Я ее, знаете, сделал. Вертолет с чиновниками из-за плохой погоды долетел до Черепанова лишь на пятый день. Да и то лишь под вечер. Поэтому у них было всего полтора часа для того, чтобы оценить обстановку. Как они работали, судите сами. Так, здесь у нас двух комнат, да? Две комнаты и метров квадратных сколько? Коллеги, кто специалист по квадратным метрам? Метров 30 здесь, не больше. Метров 30. Именно жилая площадь, да? Ну, подробно. 30 квадратных метров в одной комнате. 12, остальное в другой. Вы сами видите какую-то угрозу, вот, то, что зима будет, холодно, с дровами у вас все в порядке? Нет, не вижу ничего. С продуктами питания? Абсолютно никакой угрозы нет. Дети не болеют? Нет. У вас время есть достаточно, чтобы детьми заниматься? Достаточно, да. А вы, если вдруг серьезно заболеет ребенок, какие меры будете предпринимать? Организует, баратчик, батюшка организует, как и что, куда, кого доставить. Ну, то есть связь есть с внешним мером? Есть, да. Да? Связь есть с внешним мером. Спасибо. Просьбы какие-то, может быть, есть пожелания? Есть я просьба. Властям, мюшским. Отстаньте, да. Отстаньте, да. Перед отлетом мы спросили у высоких гостей, что они будут делать дальше. Пока мы предложили им помощь, и этим ограничимся сегодня. А помощь какую? Помощь гуманитарную. Мы привезли сюда продукты питания, теплую одежду, инструменты для заготовки дров. Пока так. Зимой вы будете контролировать здесь ситуацию? Мы приложим все силы, чтобы ситуация осталась под контролем. Еще чиновники предложили общине несколько вариантов переселения поближе к цивилизации. Рекомендовали в экстренных случаях вызывать санавиацию. А по прилету комиссия составила отчет, в котором прописала, что в общине есть дрова, тритоны продовольствия, дизель-генератор, спутниковый телефон. Однако эту благостную картину нарушает трагедия одного человека, про которого во время визита чиновников так никто и не вспомнил. Нормальный отец или мать, я думаю, меня бы поняли, что хочется детям, чтобы они в лучших условиях гораздо жили, чем здесь. Это сейчас еще на улице тепло, сляхать. Морозы будут. Я, честно говоря, сегодня замерз. Я ночью в одежде, во всей одежде, я замерз. Потому что они экономят дрова, экономят свечки, потому что церковной нельзя. То есть в квартире вообще, получается, хоть глаз выпали, вообще темна тьма просто. Туалет прямо в квартире, дети в ведро ходят. А че, ужас, что же видели, чем питаются? Да ничем. Это гороховая каша, вот этот рис. Ничего. Говорю, в колбасу вцепились просто. Сегодня она меня отвела, папочка, можно с тобой поговорить? Можно тебе что-то сказать? Я говорю, конечно, Леночка, отошли. Ну, она мне сказала, говорит, папочка, я хочу домой. Там, где мы колбасу ели, где мы телевизор смотрели, я туда, говорит, хочу домой. Что тут вот эти? Наташ, мне тяжело же. Что не надо будет? Точку в этой истории ставить рано. Мы будем следить за отшельниками, судьба которых стала нам совсем не безразличной. И оставаться в стороне мы не имеем права. Субтитры создавал DimaTorzok